Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу, меня по-прежнему зовут Константин, это как бы экстренный выпуск, и сейчас я хочу обратиться к тем, кто с нами хочет поехать в Америку в мае следующего года. Значит, тур будет очень интересный, я уже продумал его, и приблизительно он будет выглядеть так. Значит, мы прилетаем в Майами, отдыхаем, там дня два-три привыкаем к часовому поясу. Май в Майами просто шикарен, мы будем лежать на песчаном пляже океана. Затем мы садимся в автодома и едем на север. Значит, мы посещаем такие города, как Вашингтон, Нью-Йорк, Саванна, Орландо, Диснейленда, аквапарки, будет очень интересно, и самая северная точка, у нас будет Ниагарский водопад, это будет потрясающе. Обратно мы возвращаемся почти тем же маршрутом, тоже будет очень интересно, немножко сбоку мы будем ехать, но тоже будет классно. Возвращаемся в Майами, и там мы тоже отдыхаем, а те, кто не хочет дальше с нами продолжать путешествие, они улетают обратно в Москву, но, внимание, значит, вторая часть тура, это мы садимся на корабль, круизный, едем по Карибским островам, плывем, я уже не раз там бывал, это будет просто незабываемо. То есть, вот после этого тура мы будем, скажем так, отдыхать на корабле и смотреть там разные острова и страны. Но, внимание, я сейчас совершенно не об этом. Значит, дело в том, что с 8 ноября 2021 года в самолет в Америку можно сесть только тем, кто вакцинировался вакциной одобренной ВОЗ. Все, других вариантов нет. Значит, вот многие люди говорят, это ненадолго, к маю все уляжется, нет, не уляжется. Значит, это будет так очень долго, но года 2-3 как минимум, это 100%, потому что на протяжении этих полутора лет европейцам нельзя было в Америку, а русским можно было. Так вот, сейчас европейцам разрешили туда лететь, и, как ни странно, вот после 8 февраля количество рейсов из Европы увеличилось в разы в Америку, потому что Америка для Европы открылась, а для русских, наоборот, закрылась. Поэтому, если вы хотите, ну, для русских не вакцинированных, поэтому, если вы хотите поехать с нами вот в этот тур, значит, Майами, Ниагарский водопад, Майами, а потом Круиз, значит, пожалуйста, нужно, первое, что нужно сделать, я не говорю о визе, виза потом, кстати, Израиль открывается для всех вакцинированных, кстати, тоже очень важно, Израиль открывается для всех, а в Израиле легче всего получить визу, вот я американскую визу получал в Израиле. Вот, так вот, значит, 2-го декабря, пожалуйста, вот первая группа летит вместе со мной, я лечу, да, 2-го декабря вылет в Белград, значит, пока еще в Белград лететь можно, то есть все нормально, мало ли, что потом выдумают, придумают, но вылет в Белград достаточно предъявить только отрицательный ПЦР-тест, 5-го назад, поэтому те, кто хочет с нами поехать, а потом спокойно в Израиле получить визу, потому что вы получите QR-код международный, вы можете путешествовать по всему миру, а потом получить визу в Израиле, welcome с нами 2-го декабря, 2-го декабря туда, 5-го назад. Тот, кто хочет с нами лететь 2-го декабря, пожалуйста, звоните мне, мой телефон 8-918-487-5079, торопитесь, стоимость билетов, там, чем ближе к дате 2-го февраля, тем дороже. У нас уже группа где-то 8 человек, я думаю, что будет больше, ну, в общем, короче говоря, погнали с нами вакцинироваться, и у вас весь мир будет открыт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Информация для тех, кто совершенно не хочет вакцинироваться вообще, да, но хочет путешествовать. С 1 февраля, с 1 февраля правительство Российской Федерации ввело новый закон, значит, во все там отели можно только с QR-кодом, поэтому, если вы хотите путешествовать, но не хотите вакцинироваться, у вас получится это сделать только на автодомах. Поэтому, если вы еще колеблитесь, покупать автодом или нет, с 1 февраля, те, кто не хочет вакцинироваться, все отели будут закрыты. Остается только путешествовать с прицепами, дачами и автодомами, но, конечно, убедить вас покупать это невозможно. Это для тех, кто колеблется, покупать или не покупать. Поэтому, если вы хотите классно проводить время, но не хотите вакцинироваться, вот, пожалуйста, прицепы дачи и автодома самое то.